Дешево, сердито, но очень вкусно. И я считаю, такие блюда достойны не только внимания, но и, конечно же, вашего лайка. Привет, дорогие друзья, и снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня готовим в казане очень вкусное, простое блюдо. Как раз после 8 марта, когда кошелек уже совсем пустой, это блюдо должно зайти реально на ура. Ну что, ребят, начинаем готовить, переходим в казну и начинаем разводить, в первую очередь, огонь. Давайте, прежде чем будем разводить огонь, я расскажу про картофель. Для того, чтобы получился очень вкусный жареный картофель, нам нужно его хорошо замочить в холодной именно воде. Почему в холодной? Крахмал растворяется именно в холодной воде. Картофель у меня примерно как мелкое куриное яйцо. Разрезаю просто на 4 части. И еще промою в очень холодной воде раза 3. Можно даже добавить лед. Настолько вот должна быть холодная вода. Чем меньше крахмала, тем вкуснее картофель, уже жареный. Он легче и проще жариться, не прилипает друг к другу. Вот вам лайфхак. Как получить очень вкусный жареный картофель. С красивой корочкой именно. Я хочу сделать очень ароматное чесночное масло. Для этого я взял 2 головки чеснока и просто раздавливаю ножом весь чеснок. Наливаем в казан подсолнечного масла. Примерно 150 миллилитров. И сразу же отправляем чеснок. Ах, сразу же пошел чеснок. Аромат чеснока. Даем прожариться ему буквально минуты 2. И снимем его. Выберем из масла. Нам нужен только аромат. Чесночный аромат. Все, я убираю чеснок. И отправляем жарить картофель. Картофель обязательно нужно просушить. В этот момент ни в коем случае не солим. Просто обжариваем до готовности. Буквально за 5 минут до полной готовности Присолен наш картофель. Подготовим лук. Лук нарезаю перышками. И пока жарится наш картофель, нашинкуем свежие капусточки. Осталось буквально... Осталось буквально... Три минуты до конца. Отправляю 2 хорошие щепотки соли. Хорошенечко перчим. Достаточно. Перемешиваем. Смотрите, какая у нас целая красивая картошка. И не разваливается. А все потому, что была хорошо промыта и просушена. И тогда жарится картофель просто замечательно. Картофель готов. Снимаем с огня. И прямо в это же масло отправляем гарить лук. Ах, как я заскутился за уличной кухней. Дымок. Свежий воздух. Буквально минуту прожариваем. И сразу следом отправим квашеную капусту. Квашеную капусту я просто отжал. Я ее не промывал. Если у вас очень кислая капуста, конечно, лучше промыть. И буквально 2 минуты обжариваем вместе с луком. А потом только отправим свежую. Вперед отправлять свежую капусту. Нарежем свежие петрушечки. Не очень мелко. Пробуем на соль. Чуть-чуть не хватает. Добавлю хорошую щепотку соли. Хорошенечко приперчу. И хорошенечко перемешаем. Тушится уже около 12 минут. Буквально еще 5 минут. И наша капуточка также готова. Возвращаем картофель. Возвращаем картофель. Хорошенечко перемешиваем. Добавляем нашу петрушечку. Все, ребята, наше блюдо готово. Можно накрывать стол. Вернее, подавать картофель на стол. Дешево, сердито, но очень вкусно. Я считаю, такие блюда достойны не только внимания, но и, конечно же, вашего лайка. Пробуем. Ребят, это реально просто, ну очень вкусно. Готовьте. Просто бомбически. Блюдо реально очень вкусное. Стоит попробовать и стоит готовить вместе со мной. Готовьте. Делитесь с друзьями этим рецептом, а также подписываемся, кто не подписался. Ну и, конечно же, ставим лайк. Я с вами прощаюсь. До следующего видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok